АЛЬМЕТИКС Хотя это еще не все. Более полутора тысяч многодетных семей Нефтеграда получили земельные участки под строительство жилья. Но у них есть вопросы. Постоянно какие-то отговорки. И вот уже последний крик души был. Я написала в инстаграм, в соцсети. Пропавшие, но не забытые поисковики не оставляют попыток отыскать всех погибших в Великую Отечественную. Поисковая работа – это очень важный момент. Много осталось имен неизвестных. Награды за талант в Альметьевске состоялось в награждении лауреатов ежегодной Республиканской литературной премии имени Сажиды Сулеймановой. Вот здесь детский писатель наравне всеми, так сказать, я. 1600 многодетных семей Альметьевска уже получили земельные участки под строительство. Еще 700 семей ждут своей очереди. В течение полутора месяцев планируется обеспечить участками 500 семей. Глава района Айрат Хайрулин побывал в будущих микрорайонах и встретился с хозяевами наделов. Что волнует жителей и есть ли пути решения существующих проблем? В этом разбиралась наша съемочная группа. По такой дороге можно ездить в весенний и осенний период? В принципе, да, сейчас уже возможно. Очень благодарна за ваш труд. Газ, освещение, канализация. Эти основные вопросы волнуют многодетные семьи Альметьевска, которые получили землю в районе поселка городского типа Нижняя Мактама. Сегодня свои претензии хозяева участков могли высказать на прямую главе района Айрату Хайрулину. Главная проблема, с которой поначалу столкнулись жители – отсыпка дороги щебнем. Уже решена. Проблема была в обсыпке щебнем нашей дороги. После обращения, спасибо огромное нашему главе Айрату Хайрулину, очень быстро среагировали, буквально в 10-дневный короткий срок дорогу обсыпали. С этой проблемой обращались уже третий год, писали письма, получали отказы, скажем так, что нет средств, что как бы постоянно какие-то отговорки. И вот уже последний крик души был. Я написала в Инстаграм, в соцсети, на страничку Айрата Хайрулина. И в течение трех дней нам уже позвонили, приехали, и пошла техника. Эта работа нам удалось выполнить за счет экономии наших расходов по гусарскому закупку. Мы оптимизировали затрат на транспорт, стали проводить электронные аукционы. И это дало возможность вот те небольшие суммы средств, парадка 5 миллионов рублей, направить вот на щебене этих дорог. Но дороги не единственная проблема. В микрорайоне М5 и М4, где очень много детей, нет детского сада. А в детских садах Нижней Мактамы нет мест. Да и хозяева участков считаются жителями города, а не поселком. У нас будет планироваться садик, потому что только многодетных, а садики переполнены. Вот у меня ребенок 5 лет, не ходит в садик. Мы переехали сюда, и вот мы дома сидим. Айрат Хайрулин отметил, что вопрос нехватки мест в детских садах в целом по городу решен. Количество мест соответствует количеству детей. Проживающих в городе. Понятно, что каждый житель хочет вводить своего ребенка в садик, который находится в его микрорайоне. Но так как эти новые микрорайоны отделены от города, возникает сложность. Садик здесь пока не запланирован. Но глава обещал заняться этим вопросом вместе с управлением образования. Актуальны были и обращения по поводу уличного освещения, которые тоже взяты на контроль. Обещали, что все сделают, помогут. И по поводу освещения попросили, потому что, конечно, темно, и сказали, что с освещением тоже помогут. Будем ждать, надеяться. А вот семью Слюсарь беспокоит вопрос часто отключения электричества. Газ здесь еще не проведен. Все жители для бытовых нужд пользуются электричеством. По словам Татьяны Слюсарь, электроснабжение порой отключают без предупреждения. Летом Татьяну спасал мангал, на котором она готовила. А вот в холодное время года этим не обойтись. Да и дом остывает. Этот вопрос будет решаться совместно с энергосервисом. Татьяна озвучила и другую проблему. Было бы неплохо, если бы где-то рядом поставили бы мусорные контейнеры. Потому что мусор у нас вот там где-то находится, в залезе, вот, контейнеры. А получается, если машины нет рядом с собой, не потащишь эти мусорки. Все прозвучавшие пожелания и предложения были внимательно выслушаны. Айрат Харулин взял на заметку имеющие проблемы и пообещал, что в скором времени они будут решаться по мере возможности. Илька Махмедянов, Алия Калимулина, Ильдар Гемаев, Альметьевск ТВ. В год борьбы с онкологическими заболеваниями творческая организация «Вектор слова» и объединение талантливых людей Юго-Востока Республики организовали благотворительный концерт «Дари добро». Талантливые певцы, музыканты, танцоры и поэты собрались вместе, чтобы порадовать пациентов онкологической клиники Альметьевска. Альметьевские таланты умеют создавать праздник и дарить добро. Именно так «Дари добро» и называлось мероприятие, которое прошло сегодня в онкодиспансере. Самодеятельные и профессиональные артисты собрались, чтобы показать пациентам онкоклиники небольшую, но разнообразную праздничную программу. «Стараемся дарить безвозмездно капельки тепла, которые у нас в душе есть, и как-то мы готовы этим поделиться с другими нуждающимися в этом». В таких местах артисты появляются нечасто. Персонал больницы рад неожиданному празднику не меньше, чем больные. Арт-терапия также важна для улучшения самочувствия, как и медикаментозное лечение. А пациентам приятно, что к ним проявляют внимание и стараются отвлечь от мыслей о болезни. «Влияние таких мероприятий очень позитивно влияет на наших пациентов, потому что, во-первых, это помогает им социализироваться, замечать, как прекрасна жизнь, независимо от того, на какой стадии заболевания они находятся. Заряжает их позитивными моментами о том, что о них знают, о них помнят, о них заботятся». «Концерт – это, одним словом, если можно сказать, это чудо. За пятьдесят с лишним лет я первый раз вижу такое вот существо, значит, такое дело, когда, значит, концертная группа со всей своей светлой приезжает в больницу и радует людей, как бы особенно в таком центре онкологическом, поднимая настроение и как бы дает толчок к дальнейшей жизни этим людям». Для творческой организации «Вектор Слова» – это не первый благотворительный концерт. В этом году они выступали в Центре ветеранов, в медсанчасти и в коррекционной школе номер 19. «В наших планах это желательно один раз в месяц провести благотворительный концерт, чтобы порадовать бабушек, дедушек, люди, которые лечатся, нуждаются в таких позитивных моментах, как концерты, сделать для них праздник». Эдуард Прокопьев, Полина Сураева, Илька Махмедзянов, Альмитиск ТВ. К происшествиям сотрудники полиции Альмитиского территориального органа Госалкогольинспекции установили 4 факта реализации спиртосодержащей продукции двойного назначения. В магазине «Сокол-3» города Бугульмы было изъято 5 флаконов косметического лосьона. В торговом павильоне на территории рынка города Ознакаева обнаружено 12 штук лосьона и 11 флаконов медицинского антисептического раствора. В магазине «Изюминка» изъяли 434 флакона косметических лосьонов двух наименований. В селе Дымтамак Ютазинского района изъято из оборота 360 штук косметического лосьона. По данным фактам возбуждено административное расследование. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан получили оперативную информацию, что 37-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья наладил на территории Казани целую схему бесконтактного сбыта наркотических средств. Мужчина приобретал крупные партии синтетического наркотика, расфасовывал его, затем распределял в тайнике закладки на территории Казани. Число растительного происхождения. Светлого цвета. Со специфичным запахом. Подозреваемого задержали с поличным во время произведения очередной закладки. Увидев сотрудника полиции, мужчина попытался избавиться от товара, выкинув свертки. Однако оперативники их обнаружили. На месте задержания сотрудники полиции изъяли шесть сверков, в которых, как установила экспертиза, находилось наркотическое средство PVP общей массой более трех граммов. Также в ходе обыска на арендованной квартире задержанного в одном из домов улицы Меридианы сотрудники наркоконтроля обнаружили еще почти 700 граммов аналогичного синтетического наркотика, уже приготовленного к сбыту. По данному факту, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Покушение на незаконное производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сейчас в отношении наркодилера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов его преступной деятельности. Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ Вечером 25 октября на 282-м километре автодороги Казань-Оренбург на территории Альметьевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1989 года рождения, не справился с управлением и съехал в Кювет. На место происшествия выехали представители ДПС и подразделения 23-й пожарно-спасательной части. Жертв нет. Поход в гости к подруге завершился для 36-летнего жителя Альметьевска обращением в отдел полиции «Медпункт». Установлено, что в тот день девушка пригласила сразу двух мужчин в гости в одно и то же время. Ранее незнакомые молодые люди познакомились и начали общаться. В ходе беседы 33-летний мужчина увидел у гостя мобильный телефон и попросил его ненадолго, чтобы поиграть в игры. На вежливый отказ мужчина отреагировал неоднозначно, начал избивать парня и отобрал телефон, а получив желаемое, покинул квартиру. После чего потерпевший обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Альметьевск в очередной раз посетил заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея Республики Татарстан член-корреспондент Академии военно-исторических наук Михаил Черепанов. Лекция для студентов и воспитанников подростковых клубов прошла в молодежном центре. Говорили о патриотизме и о том, как важно знать историю своей страны. Не зная историю, невозможно быть патриотом. Сегодня об этом на встрече с альметьевцами говорил Михаил Черепанов. Михаила Валерьевич и жители республики знают не только как заведующего музеем Великой Отечественной войны и председателя Ассоциации клуб воинской славы, но и как опытного поисковика, не раз ходившего в долину смерти под Новгородом, искавшего останки наших земляков в регионах России и на Украине. Поисковая работа – это очень важный момент. Много осталось имен неизвестных, где целые армии гибли в 1941-1942 годах. Целые дивизии были окружены. И люди сражались, оставила независимость нашей родины. Михаил Черепанов не только ведет поисковые работы, но и борется за то, чтобы признать погибшими пропавших без вести. По этому вопросу он не раз обращался с письмом к президенту России. Об этом и многом другом он рассказал слушателям. Черепанов приезжал уже в прошлом году. Это наша, получается, вторая встреча. Она всегда интересно проходит в этом году. Я смотрю, в зале очень много ребят, молодых студентов, учащихся техниками в колледже. Это обнадеживает, это дает какой-то позитив на то, что не все потеряно еще. Более подробно заведующий Национальным музеем республики остановился на методах работы с наградными документами по розыску ветеранов войны и членов их семей, конкретно на примере нашего района. Благодаря сайту ОБД «Мемориал» двум семьям Нефтеграда Михаил Черепанов помог найти погибших на войне родственников. Искали, вот многие годы искали, послевоенные. Где попал, везде искали. И вот сейчас нашли. Вот нас сегодня пригласили, дали вот извещение о нашем деле. Попробовать отыскать своих пропавших родственников может каждый. В обобщенном банке данных «Мемориал» собрано много информации. Для этого необходимо ввести данные – фамилию, имя, отчество воина. Хорошо, если есть дополнительная информация – год рождения, звание. Если повезет, здесь можно найти сведения о дате гибели и месте захоронения. Полина Сураева, Алька Махмедянов, Альмитиск ТВ. В Альмитиске состоялось награждение лауреатов ежегодно Республиканской литературной премии имени Сажиды Сулеймановой за 2016 год. Чтобы почтить память выдающейся татарской поэтессы и принять участие в торжестве в нефтяную столицу, приезжают признанные писатели и поэты, драматурги и композиторы. Кто же стал лауреатом в этом году, расскажем в следующем сюжете. В этом году вручение премии имени Сажиды Сулеймановой решили провести в день ее юбилея. Талантливая поэтесса, замечательный педагог, общественный десель отметила бы 90 лет со дня рождения. Республиканская премия, названная ее именем, вручается уже 11 лет. Ежегодно ее получают талантливые писатели и поэты республики. На церемонию вручения премии в зале Татарского драматического театра собрались представители творческой интеллигенции и почитатели поэзии Сажиды Сулеймановой. Творчество Сажиды Сулеймановой, как и она сама, полно ярких красок и красоты. Ее творчество неповторимо. Глубокий смысл и тонкая лирика лежит в основе ее стихов. В этом году премией удостоились писательница Альфия Хазиахметова из набережных Челнов, казанская поэтесса Халиса Кузьмина и детский поэт и писатель Борис Вайнер. Я очень счастлива, что удостоилась такой чести получить премию имени Сажиды Сулеймановой. Это звание требует большой ответственности. Хочу сказать большое спасибо своим коллегам, Союзу писателей и фонду «Рхиат». Премия – это цена для детского писателя еще и тем, что общие литературные премии нечасто вручаются именно детским писателям. А вот здесь детский писатель наравне всеми, так сказать. Я надеюсь, что я не последний детский поэт или прозаик, или драматург, который выходит на эту сцену. Поощрительными премиями были отмечены Гольфия Исхакова из удмуртского города Лоткинска, Рафхат и Маиев из Нижнекамска и Казанская поэтесса Лениза Хабибулина. По традиции наградили и студентов, добившихся успехов на литературном поприще. В Альмитиске проживают прекрасные поэты, прекрасные писатели. Вот Сажиды Сулеймановой была одной из таких. Она не только была, она и сегодня есть. Сегодня и живет ее поэзией. Мы всегда ее ставим пример нашим молодым поэтам, поэтессам. Вручение премии имени Сажиды Сулеймановой – большое событие не только для литературных кругов, но и для всего культурного сообщества. Важна она и для нефтяников. Премия была учреждена компанией «Татнефть» в рамках деятельности фонда «Рухияд» в 2006 году, в год празднования 80-летия поэтессы. Сегодня очень приятно, что очень много продолжателей того дела, того искусства, которое создавали здесь вот эти люди. И вот тем, кто сегодня занят этим творчеством, мы тоже выражаем свое восхищение. В этот вечер в душе каждого зрителя было необыкновенное чувство праздника. Оно родилось и благодаря актерам Альметьевского татарского драматического театра. Они подготовили литературно-музыкальную композицию, в которой звучали стихи из Сажиды Сулеймановой, песни на ее стихи и даже разыгранные в лицах эпизоды из жизни поэтессы. На этом все, уважаемые телезрители. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин